Здравствуйте, это новости пятницы в прямом эфире на репортере. Меня зовут Григорий Блайда. На Елисоветинской 9 из подвального помещения спасатели вместе с полицией достали разложившийся труп, по словам местных жителей. Тело пролежало там около двух недель. Людей беспокоил характерный трупный запах, поэтому пришлось обращаться в полицию. Сейчас подъезд, где был найден труп, постоянно проветривают, сильный запах разложения еще сохраняется, а пол засыпают хлоркой. Один из соседей, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что никто не думал, что источник зловонии именно человеческий труп. Потому что запах уже сколько, дня три-четыре был такой, не придавали значения, думали, крыса, кошка какая-то сдохла или еще что-то типа этого. Мы с женой походили, поискали, полазили там везде, но нигде ничего не было, не нашли. Я позвонил по 102, да, заявочка принята, все, ожидайте. Сначала приехали с этой, как его, с Анубиса приехали, на легковой, сначала приехали. Туда один спустился, вышел у него, глаза режут все это, вот, я туда не собирался спускаться. Глаза режутся, фотку кое-как сделал, потом приехали девочки из полиции, он им фотку показал, девочки здесь постояли, все. Вытащить тело смогли лишь спасатели, предварительно они облачились в костюмы химзащиты. Попреки информации от полиции, наши собеседники говорят, что не знали умершего и не видели, чтобы кто-то обитал в этом подвале, помещении. Накануне вечером в районе 10-й станции Большого Фонтана произошел сильный пожар, загорелась крыша продовольственного магазина «Рыбачка Соня». На место оперативно прибыли пожарные расчеты, они локализовали возгорание и не дали огню переброситься на соседние заведения. Офис, отделение новой почты и пиццерии. Рятувальники визначили джерело загорания и начали с использованием способов защиты против эвакуации людей. Под час ликвидации пожежи было эвакуировано из строительства 17 человек. Соседи из загоревшегося магазина заподозрили неладное после того, как почувствовали запах гари и перепады напряжения. Мы видели, как начал дым идти, короче. У нас начала коротить печка, свет начал вымать. Мы тоже там по крышам бегали, тушить помогали. Потом приехала уже пожарная и начали тушить. А почему так случилось, мы не знаем. Справиться с пожаром расчеты, прибывшие первыми, не могли. К ним постоянно прибывало подкрепление. В итоге для тушения пожара на площади 80 квадратных метров понадобилось 8 единиц спецтехники и 37 человек личного состава. Вместо происшествия дежурило также два экипажа скорой помощи. К полвосьмого вечера пожар был полностью потушен и движение транспорта по фонтанской дороге наконец возобновилось. На Мариинской 6 упало дерево на жилой дом. Ветки разбили крышу пристройки, повредили балкон. К счастью, жильцы дома не пострадали. Вчера в часах 11 упала большая ветка. Ветка упала с одного дерева, задела второе дерево, упало две больших ветки, огромных. Вследствие чего перегородила вход в парадную, разбила балкон на третьем этаже, крышу. И пристройку на первом этаже пробила полностью крышу. Жильцы дома вызвали горзелентрест. Они помогли распилить упавшую ветку для того, чтобы открыть проход к парадной. При этом местные жители неоднократно обращались в коммунальные службы. Просили спилить старые деревья, растущие во дворе, но на их просьбы чиновники чаще всего не реагировали. Россиянин Евгений Мефедов обратился к Владимиру Путину с просьбой обменять его на украинских политзаключенных в России. Фигурант событий 2 мая написал письмо на имя российского президента. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Мефедов сейчас находится в Николаевском СИЗО. Ему инкриминируют участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года на Куликовом поле. Первая инстанция оправдала россиянина, сейчас дело рассматривает апелляционный суд. Кроме того, украинская сторона подозревает Мефедова в попытке насильственного свержения, конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность страны. Аналогичные письма Путину уже написали 22 гражданина России. И еще 50 дней в СИЗО проведет одесский Кэт Хантер. Сегодня апелляционный суд рассмотрел ходатайство защиты об отмене меры пресечения Максиму Литвину. Адвокат уверен в невиновности своего подзащитного, а также утверждает, что у Литвина проблемы со здоровьем. В материалах проведения нет конкретных данных объективных, что именно эти злочины, а это уже, если телесные ухудшения и жестокое положение, то это уже будет злочин, что именно мы и подзахисные. Однако сторона обвинения привела доказательства, которые указывают на причастность Литвина к издевательству над животными, поэтому решение суда было однозначным. 7 августа полиция взяла под стражу Максима Литвина. Он издевался над кошками. Одесский кэт-хантер брал животных из приюта, затем мучил их и зверски убивал. При этом ранее мужчина был неоднократно судим за изнасилование и даже за умышленное убийство. В Украине это первый случай, когда человека обвиняют в особо жестоком обращении с животными. В прокуратуре говорят, это стало возможным благодаря активной позиции зоозащитников. Надеюсь, что в дальнейшем он получит заслуженное наказание за свои содействия. К сожалению, это у нас пока что единственный такой случай. Хотя в Одессе из живодеров ни один, ни два, а предостаточно. Недопустимо не то, что выбрасывать, калечить, что потом остается животное без лапок, и изуродованные, замученные до смерти. Даже тебе не нравится животное, пройди мимо, не трогай его. Но целенаправленно брали для того, чтобы издеваться. Это садизм в высшей степени, и поэтому я считаю, что он социально опасный даже для людей. Ну а белорусский цирк, который привез в Одессу номер с диким медведем, обязан исключить его из своей программы. Если этого не произойдет, расплачиваться придется одесскому цирку. Учреждению уже грозит штраф за то, что разрешили гастролерам выступать на одесской арене с краснокнижным кишником. Сегодня соответствующее предписание инспектора экологической службы передал руководству одесского цирка. Но журналистов навстречу почему-то не пустили. Кто проходит? Никто никуда не проходит. Вызывай. Сейчас мы тоже будем вызывать свою полицию. Да, у каждого своя полиция есть. Я не буду присоединяться. Препис приняли, подписали, отреагировали. Сказали, что будут устранять все неполадки и исполнять вымоги. На выполнение законных вымог прикоса 188 статья Кодекса Украины про административное правопорождение. Я напомню, в Украине запрещены выступления диких животных в передвижных цирках. А бурый медведь, который на днях оказался в центре скандала, и вовсе краснокнижный. Зрители сняли на видео, как животное на арене отказывается выполнять требования своего дрессировщика. Зоозащитники требуют изъять хищника у белорусских циркачей. Кроме того, проверка показала, что дикого зверя в Одессе держали в ненадлежащих условиях. Краснокнижных животных нельзя использовать для получения, с целью получения прибыли. И вторая норма предполагает, что даже иностранные граждане, въехавшие на территорию Украины, то, что мы имеем здесь, они обязаны предоставить документы, которые доводят на бутя право властности. О чем это говорит? То есть люди, которые приехали сюда с краснокнижными животными, документально должны подтвердить, что они их не браконьерским способом, не каким-то варварским получили. Этих документов нам не предоставили. Вообще, те документы, которые мы увидели, которые удалось увидеть, часть документов была вообще не заверена ксерокопии. То есть даже никто из должностных лиц не захотел на них поставить подпись. Я уже не говорю о печати. Для Украины такое предписание для цирка, как и в истории с Кэт Хантером, прецедент, все материалы уже переданы в суд, именно там и решат, понесет ли ответственность за выступление «Медведя» одесский цирк. Статья предусматривает штраф от 30 до 50 минимумов доходов. Другим новостям электричка Одесса-Вапнярка стала настоящим испытанием для пассажиров. В разгар курортного сезона люди едва не выпадают из переполненных вагонов и вынуждены буквально висеть на подножках. Видео в сеть выложил один из пассажиров. По его словам, вапнярку с Одессой связывают всего 8 вагонов, в то время как желающих доехать в город сотни и сотни. Дорога из поселка в Одессу занимает около 5 часов, и все это время пассажиры вынуждены терпеть вот такие вот некурортные условия. Красота! 9 единиц спецтехники, 35 пожарных боролись с условным возгоранием. В концертном зале Одесской филармонии сегодня, по легенде учений, пожар возник внутри здания, была угроза быстрого распространения пламени и обвала крыши. Спасатели объявили эвакуацию. По легенде учений, эвакуации подлежало около 300 человек, но фактически по тревоге здание покинули только 17 сотрудников в учреждении. Расчеты тушили условное возгорание внутри и снаружи здания, доступ на крышу обеспечила автолестница. Филармонии утверждают, что к пожарной безопасности относятся строго. Добровольная пожарная дружина, главный инженер, они идут на учения в специальные организации, их вызывают, мы платим деньги за это. Поэтому они все имеют официальное удостоверение, что они имеют право заниматься этим вопросом и грамотно прошли учения. А потом они проводят где-то раз в месяц такие обзорные учения для нашего персонала. После учений все участники собрались в условно спасенном ими зале, чтобы проанализировать действия каждого подразделения спасателей. Оценки своим сотрудникам обещают поставить позже. И новая жизнь Ренийского порта. Изменение в закон о специальной экономической зоне на этой территории даст стратегическому инфраструктурному объекту серьезный толчок в развитии. Такое мнение выразил руководитель администрации морских портов Украины Райвис Вицкаганс на встрече с журналистами. Последние 10 лет порт переживает не самые лучшие времена. Из 94 гектаров его территории по назначению используется только 18. Портовики испытывают проблемы с зарплатой. Предприятие вынуждено было выставить на продажу два своих крана. Кроме того, с Рени нет стабильного железнодорожного сообщения. Вмешательство парламента и правительства – это крайняя мера для наведения порядка в самом южном порту современной Украины. Сам порт, сами 90 гектар, они должны развиваться не только на экспортном и импортном операции по железной дороге. Мы надеемся, что изменение законодательной базы по снижению налога на прибыль, там три года ноль, потом 50% и с шестого года только 100%, а пленные дополнительные скидки по другим налогам привлекут, в том числе и в запуток по морю. Но этим временем администрация морских портов Украины продолжает убеждать портовиков, что госохрана предприятий не нужна, вместо нее в порты зайдут частные охранники. Сегодня за охрану 14 филиалов госпредприятий отвечает более тысячи человек. После подсчетов администрация приняла решение передать функции безопасности частным структурам. Государству охрана филиалов обходилась в 260 миллионов гривен в год. Тендерные процедуры по поиску таких структур сейчас продолжаются, и это вызывает недовольство у профсоюзов и у самих работников службы безопасности. В администрации портов подчеркивают, говорить о волне увольнений некорректно, более правильный термин – переаттестация. Есть формы компенсации, там три оклада, шесть окладов. Есть у нас возможность провести переобучение на нашем комбинате в Херсоне на новой специальности. Кроме того, мы готовы работать и с частными стивидорными компаниями, которые могли бы взять этих людей к себе на работу. У нас подписан меморандум с центром занятости в Одесской области, которые также могут предлагать какие-то альтернативные должности. Поэтому все эти инструменты, которые нам сегодня даны законом, мы их максимально исчерпываем и стараемся идти только в правовом поле. Неожиданную находку обнаружили рабочие во время ремонта теплотрассы. На улице Екатерининской под слоем старого асфальта оказалась старинная каменная кладка. Какова дальнейшая судьба аутентичного покрытия, пока не ясно. Рабочие участок, покрытый брусчаткой, пока не трогают, укладывают асфальт по соседству. Кстати, некоторые водители игнорируют запрет на проезд во время ремонта, несмотря на знаки, едут на пролом, прямо по свежему асфальту. Сегодня 20 выпускников Академии полиции пополнили ряды правоохранителей. К торжественной присяге перед зданием облуправления на улице Еврейской новобранцев привел его начальник Дмитрий Головин. Руководство областной полиции нехватку кадров признает, но утверждает, что она не критична. «Значного такого некомплекта, який був після безпосередньо переатестации, такого некомплекту немає. Є робочий некомплект, це 6-8% особого складу. Є люди, які десь звільняются по особистим причинам, хтось йде на пенсию та таке інше. Але пополнение йде і вже в жовтні місяці буде черговий випуск офіцерів по іншим спеціальностям». 20 новобранцев – это 18 участкових і 2 сотрудника ювенальної юстиції. Все вони пройшли 4-месячні курси в профільному вузі. «Ми прийшли з друзями, з колегами наші випробування фізичні і тактичні, які тільки можна. Я буду працювати інспектором з ювенальної превенції в Чорноморському відділенні. Хочеться боротися з злочинністю і допомагати дітям, в першу чергу, які були покинуті, позбавлені батьківського пеклування, займатися профілактикою з батьками, які не виконують свої батьківські обов'язки». Свою службу новоиспеченні поліцейські, присягнувши на верність країне, начнут уже сьогодні. Труд «Всей своей жизни» одесит Аркадий Хасин представил двухтомний сборник рассказов і очерков под названием «Всем, кто мене слышит». Первый том объединен морской тематикой, здесь описан мир глазами моряка. Проведя більше 50 років на судні, Аркадий Хасин легко і доступно рассказыває о розвитии флота і об інтересних случаях із жизни. Второй том охватывает исторю оккупированной Одесы. Будучи 11-летним мальчиком, в начале войны автор пережил многие ужаси тех лет – городскую тюрьму, гетто, два концлагеря. Был свидетелем массових расстрелов евреев і участвував в обороне города. Второй том, считає Аркадий Хасин, поможет читателю узнать исторические подробности нелегкого военного времени. То, що я помню, я стараюсь передати сегодняшним одесситам, особенно молодым, які, к сожалению, не то що плохо знають нашу исторію, а сегодня история перевирається вообще з ног на голову. Поэтому я считаю, що мій труд немаловажний. Описанных в сборниці і встречи Аркадія Хасина з известними людьми, і середі них Фідель Кастро і Юрий Гагарин. В художественному стилі, просто і легко, в двох томах, автор изложив длинну і насыщенну історію своєї нелегкій життя. Такою була інформаційна п'ятниця. Глазами корреспондентів репортера. Оставайтеся далі блоки українських, міждународних новостей. С нами всегда интересно і содержательно. Увидимся в этой студії.